И я думаю, он сейчас вот всех немножечко нам... Владимир Иванович, да, ну вот как бы сейчас принято по имени, модно стало, поэтому у художников отчества не озвучили, но скажу, для ребят, конечно, Владимир Иванович Будьков, они опоздали. Наш художник, основная его профессия художник, писатель, кроевед, конечно, вот. Я думаю, что он сейчас нам интересно, вот, начнем по рислам, я извиняюсь за свою структуру, сейчас тоже. Здравствуйте, значит, я рождение 53-го года, здесь много старше меня, но есть и молоде, значит, люди, которые у меня детского такого возраста, я хочу перед всем выступить, и я имею отношение к выставке. Я здесь номеровался жить, и вот когда вообще, видите, у Большаковой, когда здесь была ПТУ, я в ней трудился, арендовал целый этаж, фармителем я планировал высадки работать, тогда еще главой объединения совхоза был такой лохнул, он меня брал, наверное, художником, и в пожарке мне помещение выделяли, и только вот перестройка и смерть моей тещи меня доставила вернуться с Русланцем. Вот, дочка у меня здесь родила Васильевна, я, короче, вот здесь вообще живу, и выставка, и тогда заинтересовался, конечно. Семь лет я жил в Подмосковье, работал в музее Ленина в Борках, в издательском отделе, да, да, да. Вот, и там я написал о выставке книгу о Ефиме Андрееве, ваш голова такой был, Ефим Андреев, известный писатель крестьянский, деятель общественный, который в выставке в 63-м году открыл школу, в 65-м он, значит, уже осветили под его началом, скажем так, храм здесь, там где вот стоит крест у вас, а в 80-м, значит, он здесь уже построил училище, двухклассное, двухклассное, это значит педагогическое, там учителей обучали, вот, был очень верующий человек. Вот о нем составлена книга. Вот сегодня собирается сборник Альманах, городской, Слантовский, презентовать вам нашу библиотеку. А по идее это должна быть книга об Андрееве. Единственное, я человек, пишущий на книжном уровне в районе, меня обошли. Вот, когда эти вопросы решали, решили обойти. И вот сделали такой сборничек, который администрация взяла в свои руки, поставил свой человек, редактор, не совсем понятно. Хорошо было, кому надо, я потом это все поясню. Но была написана Ефимия Андреев, книга. Ее надо издавать. Сейчас бы вашу выставку, она уже приняла бы на областном и на союзном уровне, поскольку здесь выдающийся человек. О нем все собрано в архивах. Мне помогала такая Галина Михайловна Степанова, архивистка. Интересно, мы с ней создали такой творческий концепт, я об этом человеке написал. Книга 1150 должна стоить. У меня, естественно, средств на это нет пока. И не предвидится. Ходил я к Федорову, давайте брендовые вещи наши издавать, которые должны продаваться на Невском, в Москве, по России. Ну, он отказал. Ну, вот, только он выдел. Книга, значит, не состоялась по вашей выставке. Сейчас бы мы совсем другой праздник имели. Это раз. Теперь у нас самое древнее поселение. Какое? Как кто думает? Машинал? Нет. Самое древнее поселение. Вообще, возраст деревень исчисляется не по письменным источникам. А он исчисляется очень приблизительно. По могильникам, которые рядом есть. Так вот, самый древний могильник у нас, V-VII веков, в Горбово находится. В Горбово. Там два могильника. Один славянский, поздний. Там, арантировочно, XII-XIV века. А один, V. Тогда еще людей сжигали. Не было захоронений. Вот. И когда наши черные копатели там копали, вот эти. Головное такое деяние было. Они там ничего не нашли, кроме коллекционированных костей. Вот там, короче, у вас, Горбово, это объект экскурсионного показа. Который можно ездить, пахать. Там вот, когда был запрос, среди поля стоит вот эта могильник. Он очень выдающийся памятник такой археологии. Интересно посмотреть, впечатляет. Вот, когда тут уже люди были. Остальные все деревни маркируются могильниками приблизительно начиная с XII века. Уклина там, Визища. Там единичные могилы, которые не сохранились. Но их копали. До революции еще археолог местный, гдовский деятель. Глазов такой, Виктор Николаевич. Значит, выдающийся, значит, памятник, не памятник, сказать, поселение, известное в мумизматической литературе, это Ногинщина. Она, значит, земли Ногинщины хранили три клада XI века. То есть времен Ярослава Мудрого, XI век. Клад называется Ногинщина-1, найдено до революции. Ногинщина-2, который найден клад в 70-е годы. И, значит, был еще в Пухлиной горе найден клад небольшой, 13 монет. Всего было в Ногинщине найдено монет времен Ярослава больше двух тысяч. Они поступили в Эрмитаж. Так, литература по кладу Ногинщина-2 есть, сохранилась. Но она написана на немецком языке, издана так. И вот я пока вот этот источник я не считал. Ну просто описание вот этих монет есть. Среди этих монет была уникальная одна монета, так называемая Ярославный середро. Дело в том, что при Ярославе Русь не выпускала денег. Ярослав это был сын князя Владимира, крестителя Руси. И Владимир княжил в Киеве, а сын его, Ярослав, в Новгороде. В Новгороде. И платил как бы в Новгороде такую дань Киеву. И однажды сын не захотел отцу платить. И отец хотел уже войско на него собрать. И чуть ли было не пошел, и только вот умер Владимир. Не было этой стычки между отцом и сыном. И тогда уже сам Ярослав девинулся на Киев и захватил престол. У него была тяга военная со своими братьями. Это известно, в истории описано. Но самое интересное, тоже была жена Ярослава. А он женился на шведской принцессе, Кингенгерде. Когда ее сюда снаряжали, русские источники о ней очень мало пишут. Вообще не пишут. Понимаете, не принято было в русской традиции писать княжевских жонках. Она сюда приехала, но мы знаем о ее биографии из стандинавских садов. Которые были там записаны давно-давно. Вот эти сади. Они повествуют прекрасно, что она сюда ехала. И условием сватовства было, что она здесь получит свою отчину. Какую отчину? Ладогу она попросила. У нее там был свой наместник. И действительно, ей Ярослав выделил эту Ладогу. И земли, соответственно, этой Ладоги принадлежали от Эстонии, вот нашей территории, туда до Ладоги. Ну это все, это имбидергия. В русском, значит, именнослове она именовалась Ирина. Она приняла православную веру. Перешла из своей там скандинавской веры. Перешла в православие. В миру была Ириной. А потом, значит, какая-то родительница сложилась. Когда она старенького ростала, она приняла монахисту с именем Анны. И вот эта Анна теперь считается святой покровительницей Ленинградской области. Она выстроила Святую Софию. Храм Святой Софии в Новгороде. И там была похоронена. А Ярослав был похоронен в Киеве. Церковь от него там сохранился. Есть даже Бреска, Ирина с детьми. И сейчас православная церковь очень и очень чтит нашу святую покровительницу. Можно посмотреть. Созданы канонические иконы. Значит, каким же макаром здесь получились деньги лежат в времен Ярослава? А Ярослав ведь ходил, вспомните, из Новгорода, за Нарвову, за Чурское. И воевал там эстов, вот этих ливонцев там. Точнее, там, под кем они были? Они, эсты, были под датчанами, под лимами, там, под немцами потом. Семьсот лет они были в оккупации. До самого 1917 года. И вот там же город Юрьев создал. Вспомните, Юрьев, это так. Вот это, значит, Ярослава войске тут ходили постоянно. Естественно, вот дорога-то шла через Барки, через Пинемо, через Борбово, через Ногинщину. И, очевидно, в Ногинщине, нумизматы этого Эрмитарха, говорят, существовало древнерусское поселение. Судя по монетам. Но монеты-то все были иностранные. Кроме одной. Ярославова серебро. Специалисты говорят, что это серебро Ярослав чеканил для кого? Для варягов. Для наемной своей дружбы. Помните, если в летописи написано, что не дали варягам дани и выгнали их за море. То их призывали, то вот. Сейчас антинорманисты много расступают, что у нас не было чужого правления. Ну почему не было? Англичане признают. Те же варяги, они английскую династию создавали. Да, они, значит, эти были все время стычки. Это были очень энергичные люди, которые доходили до Константинополя. Вся Европа под ними была. Париж они брали, много-много городов грабили. Конечно, они не могли пройти и наши земли. Здесь ничего особенного не было, конечно. Кроме какого-то промысла ушного, может быть, мед, что-то еще собирали. Конечно, было большой статьей промысла вот этого международного. Работорговля. Об этом вот стыдливые источники умалчивают. Но работорговля всегда была. И рабов, провинившихся, захватенных в результате войн, гнали в Европу, гнали на Вову. Очевидно, в Ногинщине вот был какой-то пост. Где вот что? Там таможенный. Всегда за проезд раньше брали деньги. Если какие-то караваны шли, а представляете, тысячи монет земли. Ногинщина два, около тысячи. Небольшой класс был найден в Ложгово. То есть и там была маленькая такая вот застава. Интересно, что в деревне Переборов, по-моему, на этот привет Петров, был когда-то сдвоенный такой богатырский курган. Вот богатырями их, очевидно, звали. И в Рожках был богатырский ручей там есть, какие-то курган там был богатырский. То есть наши говорят, что вот богатыри там были. Но когда еще Игорь подписывал в Константинополе свой договор, там первые строки звучат так. Мы от рода русского. И потом идут скандинавские имена. Вы понимаете? Русскими-то были. Мы стали русскими. Государство русское, но вот элита вот такая военная. И князья многие были связаны с заграницей. Вот вспомните. Такая княгиня Анна поехала во Францию, вышла замуж. И там долго-долго, около 500 лет, ее именная Библия служила французскому престолу для принятия присяги, при коронации использовала. Вот это вот княгиня Анны. Она была дочерью Ярослава. И вот это Ирина, его жены. Жена Ирина, значит, его... Была очень богобоязненная женщина. Она возводила храмы. И Ярослав мудрый был тоже храмостроитель. Он в Киеве все обустраивал. В разных городах. В несколько городов воздрел. Вот чем вот у нас, значит, Ярослав здесь, очевидно, проходил с войсками. Мог он и не проходить. Его военачальники проходили. Но деньги люди в Ногинщине не прятали. То есть банков-то не было. Закапывали в землю. Потому что бизнес друг от друга они отжимали. Вот чем известно это нанесено в этой нумизматической литературе. Очень известно в истории теперь... Поскольку в книге из Вазы деревня Везища. Везища, значит, что у нас? С войной спасли. Вот это партизанская земля. Шура Михайлова. Все мы знаем. Шура Михайлова из Везища организовала группу здесь комсомольцев. Которые помогали партизанам. Но, значит, из всех эту группировку в руку уничтожили немцы. Шура погибла трагически. Предварительно взяли ее родителей. Убезли немцев в сланцере где-то уничтожили. А ее саму закопали. Вот живьем. Вот такое было сопротивление. Сейчас, как есть, будут ли нашу родину свечать? Не все, наверное. Потому что психологически немножко климат создан. Не патриотический. Недавно еще наши структуры, культуры работали по программам Сороса. И вот буквально в 2015 году, в ту же нашу районную библиотеку, пришел приказ поменять курс Сороса на патриотизм. Путин понял, что только патриотизм, только вооружение, только милитаризация и экономики спасут нас. Вы посмотрите, наружу. Там парады ведут натовцы. Возле моста к Ивангорду. Они доходят до самого моста парадом. Трясут этими флагами. Кто был бы в Ивангорде, знаете, все прекрасно. Вот до самого моста доходят. В интернете все это есть. База, значит, натовская стоит под Таллином. Самолет. А тут подлета 10 минут до Питера. То есть мы попадаем в сферу военного. Мы опять пограничили. И сейчас ничем не отличается, значит, международная обстановка от того, что было перед войной. Перед Первой мировой, перед Второй мировой. Наш город всегда был на пограничке. Вспомните, моя мать рассказывала, как их арестовывали буквально в печурках. Выходили ягоды, грибы собирать дети там. И тут же застава была. Где мы сейчас едем на здоровье, стоят пограничники. Там и была застава с эстонцами. Интересно, из приноровья люди ходили в Россию, просились. Вот этот анклав в 20-м году до народа, русскоязычный, был отдан Лениным, Троцким. По специальному договору Цартовскому миру 20-го года он был эстонии. И вот половина района, треть, может быть, была под эстонцами. Там, конечно, работали агитаторы. Есть воспоминания там такого Кузнецова. Они даже приходили сюда на заставу, известен случай, в гостицы в Россию, митинговали. Наши, конечно, не понимали. А те семьи, которые пытались проникнуть на Россию, они попадали в лагерия. Теперь, давайте про Ногинщине говорим. В 1937 году там были большие аресты произведения. Дело в чём. Ногинщине был большой эстонский компонент. Был создан колхоз на смену. И вот после революции у нас поддерживали все народы. 10% гыдовского населения составляли эстонцы. И в выставке, естественно, есть у Тарабы, в деревнях. И вот особенно гусевый колец. Там компонент селевого колеца. Вы понимаете? И вот в преддверии войны НКВД, репрессии. Репрессировали всех эстонских фуроков. И эстонские семьи остались без мужчин призывного возраста. Все попали в подрастение. В Рудно что было? Там была такая группа хуторов, 32 хуторов, подсосонья. 32 хуторов. Всех мужчин убрали. А в Ногинщине всех мужчин, 12 семей, включились вот мужчин призывного возраста. Там, значит, сохранился сейчас один эстоник. Вот расскажет, значит, тем немножечко. Есть фотография соответствующая. Вот это драма наша. Драма внутри, как бы сказать, внутригосударственного нашей. Вот в преддверии 37-го года было, значит, эстонское приложение к Довской газете. По области много было. Эстонских, там, изгорских, ворских, финских изданий. Все это упразднили. Ихные театры убрали. Учебные заведения. Война разразилась. Вот здесь очень много молодежи. Хотелось бы, чтобы молодежь немножко занялась историей современной. Каждый может сейчас заниматься. Каким образом? А в каждом сейчас телефоне есть диктапон. Записать воспоминания родителей, родственников. Вот совхозную жизнь. Это же очень интересно. Как перестройка проходила. Молодежь может вот эти файлы собрать. И потом обработать общее. Такой прецедент был в Лордово. Там библиотека реагировала воспоминания. Собрали воспоминания детей войны. Отличный получился документ. Отличный. Просто вот. Как вот немцы пришли в Лордово, загляли. Как заходили. Как вот что видели. Вот это вот на сегодняшний момент проявление. Которое можно здесь, на месте непосредственно. Можно возродить в школе музей. Нам кажется вот обыденными вещами, которыми мы пользуемся. А их надо собирать. Дело в чем. Уходят. Понятно, что прялки всякие, станки, самовары, мучики. Это уже давно отошло. Но вот предметы сегодняшнего дня. Предметы времен социализма. Книги там. Вот. Пластинки. Ну много чего. Техника бытовая. Я вот работал в музее Ленина. И мы собирали одну из последних выставок назад в УССР. Люди как понесли нам вот. Я сам все это фотографировал. Узовы, навыки, газеты. Ну сколько было предметы. Вот этим можно школьникам озадачить. Чтобы они вот собирали. Не пропадали эти вещи на помойке. Кто здесь еще интересно. Конечно, Кушова. Она упоминается у нас в летописях. Упоминается под 1341 годом. Ну как ее расценивать? Трудно сказать. Там есть курган. Я недавно там был. Месяца два назад. Курганы сохранились. Большие. Что такое курганы? Это кладбище. Обычные русские кладбище. Хотя иногда их называют шведскими. У вас в высадке вот кто знает сколько кладбища? Одно? Три. Три. Правда. Дело в чем. Ефим Андреев упоминает старое кладбище. Там на частном участке у одной женщины крест. Сколоны и кладбища стоят. Помните? Помните? Да? А на входе на ваше кладбище стоит камышек. И там дата есть. Основание. Она приблизительно совпадает с датой основания, которую пишет Ефим Андреев. Она на своих источниках. Ну и конечно хоронили возле храма. Небольшой участок, возле Машьего двора. Вот. Огромный интерес, конечно, представляет у вас Сижина. Сижина. Это жемчужина нашего края. Самый старый храм Сланцевского района. Всего в районе было 20. У нас по гостам 20 храмовых мест. Давайте осилим. Ефим Андреев и священник там один пишут, что предположительно храм 1730 года. Но специалисты говорят, что несколько ранее. Лет на 50, на 60. То есть не 18 лет, а еще 17. Самой старой частью, древней части, вот это четверик является. Четверик. Колокольня построена очень поздно. Сама колокольня в 1898 году пристроена. Честновато там, значит, вот это. Там, где торгуют свечами, это все поздно, значительно быстро. Было там два предела и апсиды. Которые батюшка, значит, община снижла в своем присвященнике отца Игоря Тихомирова. Он похоронен, значит, за алтарем. При нем, значит, было передано общие здания. А ведь хотели его когда-то уничтожить. Мотивировка такая, что внизу шахта, это опасно. Чем храм примечательен? Специалисты говорят, исследования были, кстати, в 1977 году. Специалисты говорят, что строили его мастера из кардопрога. Использовали, значит, местную плиту. И вот пределы четверек и апсида трехчастных были из местной плиты. Сохранились фотографии фиксационные. Батюшка, отец Игорь все зафиксировал. Снимал Володя Смирнов. Эти фотографии есть. Там были росписи. Закрашены они теперь. Там четыре пророка. Страшный суд был. При священнике Сергии Кутузове все закрашено было. Ну, в принципе, можно когда-то и раскрыть. Так вот, была рекомендация специалистов в этот храм сделать. Он должен быть памятником федерального значения. Тем не менее, этой работы не было. Такие работы проведены. И сейчас он как бы не является таким памятником. Хотя очень интересно. Сейчас священник там молодец. Такой благоустройство. Покрасили храм. Ну, красиво. Мое мнение, что даже надо отдать им усадебный парк. И там они смогут сделать. К сожалению, значит, дворянские захоронения все не сохранились. Вот там теперь на месте дворян теперь лежат в Витрагане. Интересным представляется владельца усадьбы Сижна, которую через речку жили там. В 19 веке этой усадьбой Сижна владели такие Харламовы. Помещица Харламова вышла за Николая Александровича Харламова в 1845 году. Вот это была женщина очень примечательная. Ее отец был военный генерал. На Кавказе служил. Девчая фамилия Ахвердова. Федор Александрович Ахвердов. Вот ее отец был генерал. Там какой-то высокопоставленный чиновник в этом Грузии. И они жили в Тифлисе. Мать ее была выдающаяся. Простолья Николаевна. Она была подругой Пушкина, Суфербекера, Грибоедова. Представляете? Вот такой круп знакомств у нашей помещицы. Она была маленькой девочкой. И воспитывалась с Ниной Черчевадзе. Ну кто знает Черчевадзе? Стихи, известный классик грузинской литературы, который переводил Пушкина на грузинский, там романцы пели Пушкина на грузинский. Именно в переводе Черчевадзе. На ее глазах нашей помещицы вот Грибоедов сделал дни и предложение. Об этом даже фильмы сняты. Потом как-нибудь посмотрим. О Грибоедове описывается вот наша помещица, Сиженская, в книге «Смерть Вазима Ухтара». Это Тынянов написал в свое время. Она в 902 году дарья Федора Харламова, наша помещица, написала о Грибоедове воспоминания. Семь листов, написаны по-французски, хранятся сегодня они в Московском театральном музее имени Бахрушина. И она уже была 82 года ей в школе. Дочка за ней записывала, тоже наша помещица, Марина Николаевна, она помещица наша была. Харламу еще принадлежала.